Еще несколько лет назад Путин и Си Цзиньпинь вместе смотрели парады, лепили пельмени и катались на лодке по Неве. Правда, приезды китайского лидера в Россию больше напоминали осмотр своих владений хозяином, но на это российские пропагандисты закрывали глаза и всячески подчеркивали якобы тесную связь Путина и Си. Их встречи действительно часто сопровождались большим пафосом и постоянными обещаниями китайской стороны усилить сотрудничество. Однако после полномасштабной войны России против Украины власти Китая решили пересмотреть свою политику в отношении Кремля. Си Цзиньпинь не раз смотрел торжественные военные парады вместе с Путиным и, вероятно, был шокирован тем, что вся военная мощь России оказалась дешевым фарсом. Кстати, за 20 дней до начала полномасштабной войны против Украины Путин встречался с Си Цзиньпином. Но, как заявляет один из источников британской газеты Financial Times, Путин скрыл от союзника свои реальные планы вторжения. Не поэтому ли китайский председатель, раньше назвавший Путина лучшим другом, на российскую войну против Украины отреагировал крайне сдержанно? Более того, когда 2 марта Генеральная ассамблея ООН голосовала за резолюцию с осуждением военного вторжения, Китай воздержался. А это говорит о многом. Дальше больше. 17 марта КНР отказался принимать министра иностранных дел России Лаврова, хотя тот уже пролетел половину пути по Поднебесной. Лавров летел в Китай с официальным визитом, потому что, как известно, на тот момент они близко контактировали с Китаем, пытались ему объяснить, что, как, почему происходит. Лаврова буквально в воздухе. За полтора часа до подлета к Пекину его самолет развернули и сказали, что визит ни в коем случае не может состояться. Кремлевского лидера в Китае уже тоже не ждут. В последний раз Владимир Путин и Си Цзиньпин лично встречались в сентябре 2022-го. Политологи подчеркивают, все признаки охлаждения китайско-российских отношений налицо. Ослабление прямой коммуникации между Путиным и Си Цзиньпином, явное дистанцирование китайского руководства от Путина, в том числе потому, что он стал токсичным, он стал проблемным. Вот это и есть главные признаки, внешние признаки вот этого охлаждения. Китай не откажется от контактов с Россией, от поддержки России, но поддержки относительно и умеренной. Скорее, это использование России в своих интересах. Китай уже давно начал захват России, только действует он изящно и мягко, не оккупируя территорию, а присваивая ценные активы. Напомним, открытый с большим опломбом газопровод «Сила Сибири» очень невыгоден для россиян. Ведь этот проект стоимостью более 55 миллиардов долларов рассчитан только на закупки китайской государственной монополии и попросту делает Россию сырьевым придатком Китайской Народной Республики. Это классика китайской дипломатии. Как мы знаем, еще со времен Древнего Царства, еще со времен Первого Императора Циньши Хуаньди, в принципе, существует абсолютно четкое восприятие мира, что Китай – это серединное государство. Почему серединное? Потому что оно находится в центре мироздания. Вокруг него существуют только варвары. Отношения с варварами могут строиться по двум типам. Или же варвары должны быть покорены, или силой, или политически, или же варвары должны быть покорны. Естественно, путинская политика подношений Поднебесной разоряет саму Россию, но изолированному бункерному диктатору очень нужен хоть один мощный союзник. При этом он не мыслит стратегически, а только хочет удовлетворить свои сиюминутные агрессивные планы. Что Путину до будущего России, если он сам одной ногой в могиле? Ну а Китай от безысходности Кремля только выигрывает. Публично-восточный лидер Путина, конечно, не критикует. Но то, что в куларах китайские чиновники называют российскую армию слабым гусем, говорит о многом. Это следствие откровенного разочарования слабой позиции России, которое испытывает сам председатель Китайской Народной Республики. В китайской традиции не принято ссориться в открытую, и в своей международной политике там придерживаются такого же принципа. Поэтому публично Си Цзиньпин Путина не критикует, но особо и не поддерживает. Вряд ли это понимают российские пропагандисты, когда со всех утюгов уверяют россиян, что, дескать, друг Китай на нашей стороне. На самом деле Россия нужна китайцам ровно до тех пор, пока из нее можно выжать хоть какие-то ресурсы. Китай просто будет банально использовать Россию как младшего союзника, держать на поводке, использовать природные политические ресурсы. По старой китайской мудрости Китай может ждать, когда трупы врагов проплывут мимо него. Даже если это младший союзник, которым можно поживиться, это тоже может устроить. Поэтому на сегодня, конечно, ситуация за этот год войны очень сильно поменялась. Китай усилился, Россия резко ослабла. И уже нельзя говорить о каких-то равноправных отношениях между Китаем и Россией. В принципе, зависимость России от Китая увеличивается, но при этом Китай политически аккуратно, осторожно, постепенно, но все-таки дистанцируется от путинской России. Мы видели, что китайские банки массово, буквально десятками процентов, выкупают акции федеральных ресурсных компаний Российской Федерации. Мы видим, что Китай не готов с Россией подписывать ничего, что касается высоких технологий, готов только скупать их ресурсы или обменивать эти ресурсы. То есть, как ресурсный предаток, да, Россия важна Китаю, но ни в какой другой роли. У России, как у типичного вассела, Китай как хозяин забирает в основном сырье, а торговлю ведет исключительно на выгодных китайцам условиях. Но Кремль и это, Мурат, ведь при теперешней мировой изоляции потерять Китай как поставщика для России, значит потерять в экономическом смысле все. При этом сама Россия отнюдь не является важным рынком для Китая, а главным торговым партнером КНР являются Соединенные Штаты. Несмотря на визит пилоти на Тайвань, несмотря на эту ситуацию с воздушными шарами, с шпионскими, несмотря ни на что, у Китая продолжаются переговоры и с Соединенными Штатами Америки, и с Европейским Союзом. Они должны выходить в ближайшее время, в ближайший год на новые торговые соглашения. И поэтому, мне кажется, тут не только вопрос того, как Китай показывает России, что отношения с ней ему неинтересны, а также то, как он четко показывает, где лежат его интересы, а лежат они на Западе. Об этом говорят и цифры. Экспорт Китая в Штаты ЕС в прошлом году только увеличился и составил 1,6 триллиона. Это в 8 раз больше, чем с Россией. Поэтому Си Цзиньпин не намерен помогать Кремлю обходить санкции и тем самым подставлять китайские компании под риск попасть под вторичные санкции США. Россия устраивает Китай в качестве военно-сырьевого придатка. Китай стал новой мощной сверхдержавой, прежде всего в экономическом, но уже и военно-политическом плане. А Россия, напротив, ослабла. Поэтому Китай будет использовать Россию вот в этом глобальном противостоянии США. Но если вдруг действительно развитие ситуации в России пойдет по такому взрывному кризисному сценарию, как это уже не раз бывало, даже за последние 100 лет дважды было. Ну, более чем, скажем так, дважды было в 20 веке. Вот такой взрывной сценарий. А кризисы были даже чаще. И тогда, я думаю, Китай будет действовать по обстоятельствам и может поживиться российскими ресурсами. Тем более, что они под боком. Это не обязательно может быть прямой захват, может быть вариант какой-то марионеточной республики под контролем или протекторатом Китая. Это, кстати, та же метода, которую использовала Россия против Украины, вот эти ДНР и ЛНР. Похоже, дело идет к тому, что Россия падает в ту яму, которую так долго копала своим соседям. А русским надо бы начать изучать китайский язык, ведь того и гляди, китайские друзья окажутся ближе, чем надо. Зайдет ли китайский лидер так далеко, покажет время, но уже точно ясно одно. Китай нужен России гораздо больше, чем Россия Китаю. На саммите Шанхайской организации сотрудничества в сентябре 2022 года в Самарканде Си Цзиньпин не скрывал своей роли лидера на фоне значительного экономического и геополитического перевеса Китая в отношении других участников форума. А вот Путин, напротив, примерил на себя жалкую роль просителя и бегал за Си Цзиньпином и другими лидерами, в надежде выцегонить хоть какую-то поддержку для своей откровенно провальной военной кампании против Украины. При этом лидеры других государств, все как один, регулярно опаздывали на встречи с некогда значимым владыкой Кремля. Большего проявления неуважения на дипломатическом уровне сложно представить. На заседании Шанхайской организации сотрудничества Китай очень четко показал России, за кого ее теперь считают, назовем это так. Ну то есть, давайте вспомним, что к Путину опоздали все, даже Центрально-Азиатские республики опоздали к Путину. В том числе, к нему опоздал казахский лидер Такаев, к нему очень сильно опоздал Си Цзиньпинь. То есть, на самом деле, Путину четко показывали, что он теперь в позиции просящего, он не может предоставлять региону ничего. И, соответственно, Китай ему также показал, что теперь это его территория, теперь он отвечает за эти государства, теперь только он может им все гарантировать и давать. Форум в Самарканде стал очередным фиаско российской дипломатии в общем и Путина в частности. На международном уровне этот саммит продемонстрировал, для Китая Россия является даже не младшим братом, а низшим вассалом, единственное благо для которого – отдавать дань сюзерену. Китай, который очень тщательно относится к символике, к реальным статусам, он это видит. Поэтому вот это сдувание Путина в геополитическом статусном плане Китаем уже зафиксировано, и Путин в их табеле о рангах понижен. Попытки российской дипломатии выслужиться перед сильным лидером успешными назвать нельзя, подчеркивают эксперты. И то, что в декабре 2022-го в Пекин послали главного кремлевского шута Дмитрия Медведева, развитию китайско-российских отношений никак не способствовало. Его там попросту не воспринимали всерьез, говорят эксперты. Если посмотреть, что писала МЗС Китая, МИД, точнее, Китая в тот день, цитировался только Си Цзиньпинь. Показывалось, что да, была какая-то российская делегация, но самое главное – это то, что говорил наш лидер. Что говорили россияне, в принципе, почти не приводилось. Поэтому на самом деле китайцы очень правильно со своей стороны этот визит обыграли. С точки зрения россиян, как мне кажется, неофициальная причина такого поступка, что это был не Путин, а именно Медведев. Опять-таки они помнили Самарканд, опять-таки они помнили заседание СНГ, как раз тогда недавно произошедшее. И они понимали, что Путину нельзя еще раз потерпеть внешнеполитическое поражение. Потому что было очевидно, что если про Путина напишут так же в китайских отчетах, как написали про Медведева, то есть не будут упоминать особо, не пределять столько внимания, как ему бы хотелось, но это будет для диктатора позор. А вы сами знаете принцип работы всех диктатур. Потому что, ну, великий, солнцеликий лидер, он не может ошибаться, он не может терпеть поражение. Он всегда все знает, он всегда лучше, он всегда все понимает. Путина просто оградили от этого удара. Кое-как сохранив лицо перед российским зрителем, кремлевский диктатор жаждет вернуть былое расположение китайского председателя. Поэтому Путин, как отчаявшаяся мадам, все набирает заветный номер, в надежде услышать на том конце заветное «нихао». Но, несмотря на все усилия официального подтверждения визита председателя КНР, в Москву все нет, что говорит само за себя. Продолжение следует...